Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Уже давно понятно, что вторгнувшись с полномасштабной войной в Украину, Путлер обрек свой народ на сложную и тяжелую жизнь где-то на обочине современного цивилизованного мира. С каждым днем становится все яснее, насколько опасной и губительной стала для России эта так называемая военная спецоперация. Июнь уже в разгаре. Людям самое бы время в отпуск отправляться. Но не тут-то было. Как только началась война, у нас прекратились полеты, мы остановились, находились в Москве, больше никуда не летали. В какой авиакомпании мужчина работал, он говорить не хочет. Александр признается, что зол на свою страну. Из-за западных санкций россияне теперь испытывают трудности абсолютно во всех сферах жизни. В том числе и в туристической отрасли. В этом году Турция и Египет будут достаточно дорогими. То есть если вы рассматриваете качественный отдых на семью, рассчитывайте тысяч на 180. Отсутствие доступных направлений, самолетов и невиданное повышение цен на путешествия сделали свое дело. Россияне по факту остались в этом году без отдыха за границей. Наконец-то за рубеж не будут выезжать, хоть поездят по нашей России и посмотрят, какие у нас прекрасные места. Естественно, можно отправиться в путешествие по России-матушке. Вот только здесь ее жителей тоже поджидает масса сложностей и неудобств. Может быть тогда самостоятельный туризм? Допустим, забронируем путешествие по Золотому кольцу или посмотрим на развод мостов в Санкт-Петербурге. И тут мы сталкиваемся с рядом проблем. Ходить в Эрмитаж больше не стоит 600 рублей. Цены на путешествие по Золотому кольцу вас тоже неприятно удивят. Или путешествие за пределом Када за 16 тысяч рублей. Отдельный квест – это бронежилья. В РФ больше не работают всемирно известные сайты бронирования «Букинг» и «Эрбнб». И жители России с большим удивлением теперь открывают для себя отечественные недоаналоги. Первым делом зашла на островок, это единственное, что я сейчас знаю. И на островке просто, во-первых, все не очень. Во-вторых, когда сравниваешь с официальным сайтом отеля, цена просто почти в два раза больше. Поэтому неудивительно, что сейчас, в начале лета, когда жизнь на морском побережье уже должна вовсю кипеть, на популярных российских курортах людей фактически раз-два и обчелся. Где все люди? Первое июня. Где все? Смотрите, как пусто. На пляжах. Вообще. Никого. Время, чтобы понимали, 11 вечера всего лишь. Пустота. Здесь вот один столик занят. Дальше людей вообще никого что-то. Если все вышеперечисленные сложности все-таки преодолены, и россияне все же добираются до моря на российском побережье, что же их там в итоге ждет? Сколько вот эта форелька стоит? Тысяча. Вот эта тысяча, да? Да. Штучка? Да. Вот эта тысяча стоит, да? Вот эта малина стоит тысяча рублей. Как известно, ушлые предприниматели Юга-РФ всегда не против навариться на своих же согражданах по полной. Поэтому частенько взвинчивают цены абсолютно на все. Цены, как в центре Москвы, может быть, даже где-то что-то подороже. Кусок хлеба, пусть и с томатом, и с базиликом стоит 290 рублей. Этой семье обед в ресторане обошелся в 4,5 тысячи рублей. В период летних отпусков цены на курортах Краснодарского края порой могут взлетать до небес и выше. Классический лимонад, вода 650, мята, лимон, лайм, апельсин, все отдельно. И получился лимонад за 1220-750 миллилитров. Молочный коктейль за 5 долларов? Угу. Что это? Молоко с мороженым? Вроде да. За 5 долларов? Не добавляют бурбон или что? Нет. Уточни. Да уж, умеют российские предприниматели выдавить, так сказать, шок-контент. Здравствуйте, а почем малина килограмм? Малина 3000 килограмм, солнце мое. Самая дорогая сейчас малина. 3000 килограмм. Глаза у отдыхающих в Скрипоносной могут округляться от всего. От цен в чаках кафе и ресторанов, в магазинах и на рынках, и даже в общественных туалетах. Вот он, суровый отдых в Геленджике, туалет это рублей возле пляжа. Ого! Первый раз такую цену увидела. А как вам шезлонги по 5000 рублей или вход на пляж по 7? Впечатляет, не правда ли? Но сочинские вип-пляжи могут шокировать еще сильнее. Вот, пожалуйста, платная услуга. И тут еще есть, ребята, с платных услуг спасение на воде за 800 рублей. И если цены на морских курортах поражали отдыхающих россиян в прошлом году, представляете, что будет их ждать в этом? Собственно, первые туристы уже делятся эмоциями от расценок на отечественные курортные развлечения. То ли мы какие-то... Бомжи. Бомжи нищие стали. То ли ценники неадекватные. Ну вот подошли, узнали за дротики покидать в шарики. 450 рублей играет. А чего тут удивляться? Вы что думали, что развязанная вашим государством кровавая война в другой стране никак на вас не скажется? Скажется. И еще как. А это всего лишь начало. Но ничего так не впечатляет российских туристов на отечественных курортах, как желание ушлых соотечественников сорвать уж именно на сдаче жилья в аренду. Да ладно. Ничего, зовут 225. Ребята, вы не осознавали масштаб трагедии? Но вот в прошлом году, например, узнав про временную отмену полета в Турцию для россиян, владельцы отелей, квартир и гостевых домов принялись мигом утраивать цены на жилье. При этом отменяя предварительное бронирование, чтобы сдавать номера заново в несколько раз дороже. Нам позвонил управляющий, сказал, что вынужден повысить стоимость. А стоимость была повышена в два раза. Рекордсменом по завышению цен на аренду жилья в РФ можно смело назвать город Сочи. Космические суммы из года в год повергают в шок не только отдыхающих граждан РФ. Слегка обомлевают даже пропагандисты. Три комнаты, 120 квадратных метров за 1 миллион 100 тысяч рублей в месяц. А это шутка какая-то? США. Ну, мне кажется, цена слегка завышена. В моем Пермском крае за эти деньги можно купить однушку и навсегда. И Сочи, по всей видимости, не собирается сбавлять обороты и в 2022 году. Стоимостью отпуска на юге Мордора шокированы сегодня даже те россияне, которые, казалось бы, в обычной жизни могут себе позволить недешевый отдых. В Сочи, чтобы две недели там отдохнуть в хорошем отеле в июле, семье из трех человек нужно будет отдать 450 тысяч рублей. На курортах якобы великой и могущественной страны очень часто люди вынуждены платить космические суммы за отнюдь не лучшие условия проживания. Отель четыре звезды с такой водой вообще. Она грязная, пачка чуть-чуть, раковина. А еще устаревшую инфраструктуру, безобразную наружную рекламу, хаотичную застройку, безвкусицу и постоянную ностальгию по советскому прошлому. Справа увидели столовую, называется столовая СССР. Даже с морем в Арефии все более чем плачевно. Приехали на Мальдивы, это вода грязноватая, если честно. А, это не Мальдивы. Друзья, вот полный трэш, видите, по правую сторону от причала. Посмотрите, что здесь творится с морем. И пляж абсолютно пустой, никого вообще нету. Но покажите хотя бы одного человека в мире, который реально может получать удовольствие от таких морских пейзажей и купания в грязной жиже. Так, ну сейчас мы с вами видим, друзья мои, улицу Мира. Как здесь все затоплено. То есть туда влево, я думаю, по-сухому не добраться особо. Амбре здесь стоит прям очень печальный. Номинация на самый цветущий пляж с уверенным отрывом побеждает. Именно вот здесь, в параллель, в районе пирса. Только посмотрите на эту красоту. Анапа уже не первый год становится королевой не просто грязного, а очень грязного моря. Вот оно, анапское черное золото наших анапских пляжей. Тут как тут, возле речки Анапки. Здесь же начинается уже гниение. Процесс. Фу. Собственно, наступило лето 2022-го. А анапская водичка уже радует в кавычках туристов своей чистотой. Здесь у нас такая картина. Таня, покажи, что смотрим. 30 мая 2022 год. Что-то очень рано в этом году это появилось. Да куда там заграничным морям до такой великодуховной русской чистоты. И люди вот так вот пробираются, пробираются, пробираются. Вот, видите, даже ногу не видно. Не угнаться за рубежным курортом и за очень духовненьким российским сервисом. За ебаной. Уровень гостеприимства в Мордоре – это вообще отдельная тема для обсуждений. Вы нас заселяете в номер, который… Вы стоите, со мной не разговаривай. Я тебе сказала вот так. Будет так. Я еще раз повторяю. Что-то не устраиваешь? Вызывай, нахуй, кого ты вызываешь? По сути хуй. Ну где еще, как не на курортах скрипоносной отдыхающего, могут наглые с применением физической силы выгонять с общественного пляжа за то, что он позволил себе бесплатно лежать под зонтом? Вставай, говорю, что? Побыстрее вставай. Вставай, побыстрее. Собственно, подобные порядки и манеры общения с туристами орки привнесли в украинский Крым после 2014 года. Ты серьезно? Давай. Не смей. А как вам услуга платного тенька на пляже? Лежали на солнце, ребенок маленький, с лопаткой зашел на минуту в теневую зону. Как тут же подошел сотрудник пляжа и сказал ребенка убрать, так как тень стоит 200 рублей. Россияне, хоть раз бывавшие в тех же Турции или Египте, сталкиваются на курортах аннексированного полуострова со множеством неприятных сюрпризов. Высокие цены и ужасные условия жизни в далеко не дешевых квартирах и отелях. Отсутствие вменяемой мобильной связи, достойного сервиса и нормальной инфраструктуры. Здесь, здесь, здесь все разбито. Надо по-любому делать ремонт. Ну вот это вот сзади, конечно. Тут вообще что-то как будто горело или что, но там еще не достроили его. Сплошной мусор на пляжах, грязные туалеты, разваленные здания, ржавые конструкции. Вот эти вот все шанхаи, арматуры старые, непонятные конструкции из металла. Надо, да, благоустраивать его. Пошлите на другую. Захотят ли россияне ехать за 3-9 земель, чтобы лицезреть такие красоты в кавычках? Вряд ли. Захотят ли они наблюдать за морем через заборы с колючей проволокой? Очень сомнительно. Теперь люди могут ютиться только вот на вот этом клочке. Теперь это все в заборах. Да, тотальное озаборивание курортов Крыма, закрывающее свободный доступ людей к пляжам и морю, уже не первый год после аннексии вводит в настоящий ступор и приезжающих туристов, и местных жителей. Почему в том году ходили, все нормально было? А в этом году закрыли. Далеко ходить не надо. Вот, пожалуйста, очередной отжим у людей пляжа произошел совсем недавно в Севастополе. Я боюсь, что его отберут под прикрытием того, что для государственных нужд, какие-то военные операции. Но это же неправда. 60 лет. Окупанты решили закрыть доступ для крымчан популярного пляжа Ушакова-Балка. По понятиям Мордора, подобное беззаконие не просто можно, а нужно совершать. Понимаете, мы при Украине его отстояли. Да, при Украине мы отстояли его. Отстояли к нам прислушались. Но вернемся к отдыхающим. Предыдущие два года россияне по факту приезжали в Крым из-за отсутствия альтернативы, так как множество направлений были для них недоступными в связи с ковидными ограничениями. Крым готовится принять более одного миллиона отдыхающих во время майских праздников. В этом же году, еще в мае, стало понятно, что аннексированный полуостров ждет настоящий туристический провал. По мнению экспертов, отдых на полуострове утратил привлекательность. Отельеры констатировали существенное падение количества заявок на отдых в Крыму. Так называемый вице-губернатор Севастополя заявила, что уровень бронирования на начало мая в этом году упал с 90 до 25%. По оценке одного из агрегаторов, Крым впервые, веримо, с 2014 года не вошел в топ-5 востребованных курортов. И вот, пожалуйста, на дворе уже июня по всему Крыму можно увидеть таблички «Сдается жилье», «Есть свободные места» и так далее. Центр Симферополя. Полтора человека на квадратный километр. Город абсолютно пустой. Даже пропагандистские ресурсы отмечают, что спрос на отдых в Крыму упал настолько, что количество посетителей общепита сократилось вдвое, а треть гостиниц могут и вовсе в этом году не открыться. Мы с таким опытом не сталкивались. Мы думали, что ковид — это предел наших возможностей. Но оказалось, что нет. Крымские отели столкнулись с невероятно сложной ситуацией и катастрофически низкой загрузкой. Ровно год назад загрузка этого отеля, говорят его сотрудники, была на уровне 80%. Но в начале июня этого года снизилась больше, чем вдвое. По словам отельеров, номерной фонд санатория на летний период много лет подряд заполняется уже к февралю. Но в 2022-м из-за сложности с транспортной логистикой загрузка снизилась. Напомним, что Симферопольский аэропорт закрыт еще с начала войны в Украине. Естественно, туристы из РФ не торопятся. В Крым наш — наземным транспортом. Довольно-таки много отмены бронирования, потому что люди привыкли все-таки летать самолетами, а не в большей степени ехать наземным транспортом. Оно и понятно. Но кто захочет тратить на дорогу в Крым больше суток? И это только в одну сторону. В дороге, например, из Москвы в Симферополь вы будете находиться 27 часов. Плюс ко всему они попросту боятся ехать на полуостров из-за военных действий, происходящих совсем рядом. Да-да, то еще удовольствие — добираться больше суток на морской курорт, чтобы помимо закатов наслаждаться запусками убийственных ракет. Но они продолжают завлекать россиян на отдых в аннексированный Крым. Даже радостно рапортуют о том, что теперь из Мордора на полуостров можно добраться через оккупированную материковую часть Украины. Шойгу заявил о возобновлении автомобильного сообщения с Крымом по материковой части. Да уж, люди боятся ехать в Крым из-за военных действий поблизости. А им министр недообороны Шойгу чуть ли не по линии фронта предлагает ехать на отдых. Сказочный долб***ь. Да и в конце концов, россияне не поедут в этом году массово в отпуск, в основном из-за банального отсутствия у них денег. Поедете ли вы в отпуск в этом году? Нет. Почему? Потому что нет работы. И денег, да? Конечно. Слишком дорого. Нет. Почему? Не на что. Молодые, они все едут. О чем вы говорите? Вот я сейчас в магазин пойду, я 500 рублей истрачу, я ничего на них не куплю. Санкции, которые Эрефия схлопотала благодаря преступным решениям ее сумасшедшего президента, уже работают на полную мощность, с каждым днем уменьшая доходы жителей Мордора. То есть какой мразью конченой надо быть, чтобы понимать, что люди у тебя в стране живут настолько бедно, но при этом развязать войну, которая заставит их жить еще беднее. Из-за проваленного туристического сезона катастрофическое падение доходов ждет в этом году и самих крымчан. Такая вещь, как экономика, ошибок не прощает. Поэтому недополученная прибыль сдающих жилье обернется большими проблемами для тех, у кого они тратят кровные. И так по кругу. И пусть пропагандисты, политики и зазомбированные россияне продолжают рассказывать о том, что Запад еще пожалеет о своем поведении и будет скучать по путешественникам из РФ. Европа, конечно, пусть кусает локти. Я думаю, у них там и так скоро будет голод не считающий. И наши туристы нифига не приедут ни в Испанию, никуда. Европа как раз локти кусать не будет, а наоборот, сможет вздохнуть с облегчением. Ведь весь цивилизованный мир уже долгие годы мечтает отдыхать подальше от великодуховных русских туристов. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! 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 Украина!